Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Для начала хочу сказать, что безумно рад поприветствовать всех своих дорогих друзей на ежегодных зимних каникулах в Блэквуде! Та-да! Что ж, давайте начнем, пожалуй, с самого, ну, как сказать, с самого щекотливого вопроса. Вы все, конечно, переживаете за меня, и всем нам будет нелегко вернуться сюда после того, что случилось здесь прошлой зимой, но... Я хочу, чтобы вы знали, я очень... Очень ценю нашу решимость, и... Я... Я точно знаю, Ханна и Бет оценили бы то, что мы до сих пор вместе, и думаем о них. Я бы очень хотел, чтобы мы все здорово провели здесь время, и... Пусть эти каникулы будут незабываемыми. Ради... Моих сестер. Ну... В общем... Ладно, так. Короче, теперь мы оттянемся, как порно-звезды! Поездка будет просто незабываемой! Готовы? Да! Сейчас вы оторветесь там, ребята, как следует. Ха-ха-ха. Посмотрим, что будет с вами этой ночью. Судя по всему, то, что я выключил звук, так сказать, музыку, поэтому вообще никакого звука сейчас нету. Ну, ладно, ничего страшного. Мы просто сейчас начнем... Начнем ее проходить, ребята! Blackwood Tines. Сейчас они сюда приедут. Оторваться. Развлечься. Кучка подростков. Которым не сидится дома, не отдыхается по-другому. Ну, давай узнаем тогда, что будет с ними, ребята. Помни о смерти. 10 часов до рассвета. Это значит вечереет, темнеет. Опять этот дядька, слушай, блин. Он задолбал. Он каждый год сюда приходит. Никому не страшно, да, что две девочки там разбились. Сэм, лучшая подруга Ханны. Осмотрительная, отважная. Упорная. Ну, все, Сэм. Здравствуй. Тебе дяденька сейчас придет. Есть там кто? Почему она одна приехала сюда? Тропа к станции канатной дороги. 21.02. Это вечер. 10 часов до рассвета. Ну-ка, осмотрись. Отважная, упорная. Сейчас посмотрим, какая ты отважная. Управляй камерой с помощью правого... Так это мы знаем уже, с помощью правого джойстика, да. Все такие отважные прям приезжают в дома такие зимой. Класс, да, вообще? Для дядек, для таких. Чтобы осмотреться, перемещай правый джойстик. Если объект светится, его можно использовать или осмотреть. Не прочитал я. Ну и ладно. Так, давай. Ворота заклинило. Перелезай. Крис. Кто такой Крис? Сейчас мы об этом узнаем. Лезь наверх. Безопасно быстро. Давай пробовать безопасно. Но в тот раз мы пробовали безопасно и получилось все не очень безопасно. Давай аккуратненько. Прыгнуть лезть. Давай прыгнуть. Тихо, тихо, тихо. Держись. Держись. Залезешь. Все нормально. Мы аккуратно. Тем более она осмотрительная девчонка. Так что все хорошо. С такой высоты прыгнуло, как отлично все, да? Куда идем? Надо к дому приближаться. И побыстрее. Я думаю, а где все остальные? Только все закрыто. Ворота заклинило. Перелезай. Никто не встретил. Белка побежала. Привет, малышка. Есть хочешь? А? Ой, я спугнул ее. Надо было неподвижно держать контроль. Не бойся. Вот так. Давай подкормим. Иди выходи, белочка. Ай, ну как так не получилось опять? Давай еще разок. Эй, не бойся. Вот так. Ну давай. Все ровно и неподвижно. Давай, 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 давай. Подходи, покушай. Красотка. Вот, видишь, как все получается. Если не знаешь, что делать дальше, нажми R1 и посмотри задание. А давай-ка глянем ради интереса. Где у нас задание? Так. Текущее задание. Доберитесь до станции канатной дороги. Черты характера. Честность, доброжелательность, остроумие, храбрость, романтичность, любопытство. Отношения. Эшли, Крис, Эмили, Джесса, Джош, Мэтт, Майк. Так вот, с кем лучше она всего? С Джошем да с Мэттом общается? Так. Ну, в принципе, со всеми более-менее нормально. Эффект бабочки. Я так и не понял, как им пользоваться. Осмотреть. Любопытство не порог. Что значит любопытство не порог? Или это не открыто? Крысы только пушистые. Их надо открывать, наверное, эффект бабочки эти. Сведения о персонаже вернемся. Так, ну все, больше тут делать нечего. Пошли дальше. Мы идем к канатной дороге. Холодно в лесу. Только не спит барсук. Так, что здесь делать? Коренные племена и бабочки-пророчицы. Представители племен и в былые времена, живших в этих городах, верили, что бабочки приносят сны и пророчества о вероятном будущем. Цвет крыльев бабочки обозначает природу пророчества. Смерть. Черные бабочки предвещали смерть. Опасность. Красные бабочки возвещали о грядущей опасности. Утрата. Коричневые бабочки предсказывали трагедию, которая коснется друзей. Наставления. Желтые бабочки несли в видения, которые помогали человеку избрать правильный путь. Вот, ребята, желтые бабочки правильный путь помогают избрать. Удача. Белые бабочки приносили сны об удаче и счастливом случае. Так, идем дальше. А, это то место, ребята, похоже, да, где была эта статуэтка. Вам будут попадаться артефакты тотемы. Если подобрать и повернуть тотем, вы увидите цветные бабочки. Ну-ка. Где здесь бабочка? Желтая. Помогает правильный путь найти. Тотем наставления. А что здесь надо сделать? Мы, получается, один нашли в тот раз. Смерть. Это была смерть, ребята. Черный тотем. Черная бабочка была. На этот раз наставление. Желтая. Выбор, который предстоит сделать. Представители коренных племен. Это так. Мы с событиями прошлого. Так, это мы поняли. Надо будет сделать выбор наставления. Один из шести нашли. Всего шесть тотемов каждого вида бабочек. Получается, 30 тотемов. Считать вы тоже умеете, да? Окей. Повтор, ребята. Посмотрим еще раз. Птичка прилетела. Птичка улетела. Что она там сделала? Я не вижу. Непонятно. Или надо за птичкой будет идти? Ладно, пошли дальше. Будущее не предопределено. Сбудется пророчество или нет. Зависит от ваших действий. Нажмите Р1, чтобы посмотреть коллекцию тотемов. Это мы посмотрели уже все. Так, близнецы, улики. Так, улики какие-то есть. Улика 1, 2, 3 и так далее. Тотемы. Что еще? Ну, вот эти бабочки, я не знаю, что с ними делать пока. Все, идем. Идем на канатную дорогу. Но в тот раз, по-моему, Ханна с Бет не здесь где-то бегали, а не в другом месте. Дом где-то находился чуть подальше. А чей рюкзак остался? Крис, ты здесь? Крис, ты забыл рюкзак свой. Сумка есть, а где сам? Ты же не в сумке? Ну, как бы логично, что нет. Что тут у нас? Шпионить, закрыть сумку. Ну, она, наверное, просмотрела бы, что там. Ага, какие люди. Символ эффект бабочки. Здорово. Крис. Крис. Влюблен в Эшли. Оберегающих других. Остроумный, методичный. Напугал. Извини, ты моя секретарша? Он звонил. Ну, ну. Спасибо. Дальше я как-нибудь... Ну, ладно, не отмазывайся. Посмотрела же, что там было-то, а? Так, а зачем удалила все? Оу, кстати. Я нашел кое-что любопытное. Что? Не скажу. Сама увидишь. Идем сюда. А, куда? Все, за мной пошли. Ты обалдеешь. А прикинь, если она не пойдет за ним. А пойдет в другую сторону. Мы тут еще не все осмотрели, кстати. Давай ради интереса подойдем. Посмотрим, что тут может быть в окне. Вот, видишь, дверь есть. Так, дверь закрыта. Ну, ладно, хотя бы мы проверили, что тут дверь закрытая просто. И все. Ладно, идем. А, стоп. Вот еще не почитали. Кто это написал? Прошлое не в нашей власти. Еще и кетчупом каким-то нарисовали. Сейчас, Крис. А как бегать? А она тоже в тот раз была, да? Это она, по-моему, заходила в комнату, когда разыграли Ханну. Когда Крис разыграл Ханну. Или Майкл. Я уже не помню, кто из них там. Крис, станция канатной дороги 2111. Сейчас будем по баночкам лупить. Так. Стрельба. Как попасть? А как увеличить? Можно увеличить? Нет? Да ну, прицелься, а! Почему не прицеливается? Время, время, время. А почему не прицеливается-то? Я нажимал. РС. Или куда надо прицелиться? Может, не туда куда-то надо прицелиться? Я думаю, твои мишени не убегут. Так и не постреляли. Так. А, вон куда надо было прицелиться-то. В мешок. Четко я попал. Теперь давай по банке. Хорошо стреляет. Вон внизу еще что-то стоит. Еще баночка. Давай еще по мешку. Еще раз будем стрелять. Давай. Теперь стекло пошло в ход. Попасть в большую бутылку с такого расстояния может кто угодно. А вот и белка к нам вернулась. Только ай по белке не стреляй. Ты че? По животным нельзя. Эй, ты че творишь? Давай-ка лучше в мешок. Не надо по белкам стрелять. Да. Неплохо. Вот так. Получай. Эй, снайпер, ехать пора. У меня только начало получаться. Пошли, фуникулер подъехал. А че за бабочки полетели? Эффект бабочки. Ну-ка подожди-ка. Вот, новая открыта, смотри. Любопытство не порог. Крысы только пушистые. А-а-а. Слушай, мы можем попробовать по ней стрельнуть все-таки в этот раз. Джошу очень нелегко. Но мы это потом сделаем, если что, переиграть попробуем. Мы все должны приглядывать за Ника. Он столько пережил, и он... Он не из тех, кто способен попросить о помощи. Найдена улика. Разыскивается. Милграм Виктор. Пол мужской. Рост метр восемьдесят восемь. К нам явится самый опасный преступник страны. Кто-то явно так и думал. Да брось. Большую часть года здесь никого нет. Полная тишина. Последнее известное место жительства. Блэквуд Пэнтс. Дата последнего обнаружения. 16.03.1998 года. Обвиняется в предумышленном поджоге, а также в угрозах убийства. Если... А то он поджег же, наверное, в тот раз. Поджигатель был. Если вы обладаете сведением об этом опасном преступнике, немедленно свяжитесь с полицией. Блэквудская конная полиция. Июль 1998 год. Вот здесь что-то светится, мне показалось. Собирайте. Что собирайте? Так, что-то там надо собирать. Вот, наверное, плакаты вот эти надо собирать. Это что? Оно считается улика. Хорошо, мы нашли какую-то надпись на стене. А что еще? А, вон там светится, смотри. А, это было, было, да. Это и есть там, мне показалось, дверь как будто, но это... Это нет, это не дверь. А куда сейчас идти-то? Ну, мы постреляли, и что? А, ну теперь Крис сможет, наверное, дверь эту открыть. Как же будем мы выживать до рассвета, ребята? Надо пройти и посмотреть, что за этой дверью. Крис и Сэм идут вместе и пытаются разведать. Это горнолыжная база, поэтому канатная дорога. И мы зашли в это помещение или что? Сейчас узнаем. Так, куда пошел? Ах, я думала вагончик ближе. Ну, подождем. Теперь мне хоть понятно твое желание увидеть время на стрельбище. А сколько его ждать-то? Blackwood Penals. Выбрали же местечко для дома. Глупые богатей. Да, но богатей. Всего лишь гору купили. Отель и лечебница. В здоровом теле здоровый дух. Джакузи или что это? А, это этот дом, наверное, да, в котором мы были. Или подожди, это где мы сейчас? Я не пойму. Ну, ничего не видно пока. Ладно, понятно. Камера эта смотрит на это помещение, где мы сейчас находимся. Так, что дальше? Здесь больше делать нечего. Я останусь и вздремну, а ты езжай, ты езжай одна. Да я шучу, я захожу. Как на выпускной едет? Поехали! Ура! Приключение! Надеюсь, мы не пожалеем. Чего? Что решили сюда приехать на годовщину. Джош просто загорелся идеей собрать нас всех вместе. Да, вот это уж точно. Я вообще никогда не видел его в таком восторге. Вот и хорошо. От него всего можно ждать. Я за него боялась. Да, да, это хорошая идея. Только бы остальные тоже так думали. Ну, мы же приехали. Спасибо. Гора с плеч. Знаешь что, давай не будем говорить о прошлом. Хорошо же едем. Да, точно ты прав. Знаешь историю с Джошем? Нет. Окей, третий класс. Джош сидел на задней парте, а я впереди. Мы вообще друг о друге не знали. Но сосед Джоша стал дергать сидевшую перед ним девочку за ленки лифчика. И учитель пересадил его вперед. А там сидел я. Ну и? А меня посадили назад. И? Рядом с Джошем. Вот и все. Мы познакомились и дружим. О да, рука судьбы. Если бы Джинни Смит не отрастила себе сиськи аж в третьем классе, если бы она не надела майку, из-под которой торчал лифчик, кто знает, ты бы ехала в этом вагончике одна. Вот так. Ну, или вообще с кем-то другим. Бум. Эффект бабочки. Эффект бабочки. Вот мы и поднялись почти наверх. Джесс, новая девушка Майка. Доверчивая, дерзкая, уверенная. Ой-ой-ой, кто-то приехал. Пойду поздороваюсь. Верхняя станция фуникулера. Джессика. 21.17. Прошло-то буквально там 15-16 минут, как Сэм сюда приехала. Что за фигня? Джесс, эй! Джессика, сюда! А, что-то я не понимаю, в чем тут прикол. Мы не можем отсюда выйти. Можешь нас выпустить? Пожалуйста. А что надо, просто нажать? Конечно, заходите. Эффект бабочки. Посмотрите, кто-то втюрился в нашего хорошего друга и уважаемого президента класса Майкла Монро. Крис. И что же такого страстно-эротического может вообразить наша Джессика? Интересно. Настоять, объяснить. Давай, пусть отдаст. Дай сюда, придурок. Пусть народ узнает правду. Ах, вот болван. А может, любопытным кумушкам не нужно совать в чужие дела свой нос? Ну, я стараюсь не совать, обычно. Да ладно, Джесс, расскажи нам. Мы умеем хранить секреты. Неважно. Рано или поздно узнаете. Ладно, ладно. Нам уже пора идти к дому. Мне надоело вся эта природа и рука. Да, вы идите. А я немного подожду здесь. Вдруг кто-то еще приедет. То есть Майк? Что? В общем, ну, кто-нибудь. Ага. Сэм. Так, она останется здесь, что ли? А мы куда идем? Иногда хочется просто стоять и смотреть. Не понимаю, почему было не построить дом поближе к фуникулеру? Эмили, бывшая девушка Майка. Находчивая, убедительная, сообразительная. Вряд ли тут он смотрелся бы. Мэтт, новый парень Эмили. Амбициозный, активный, целеустремленный. Так же красиво. И где носильщик, когда он так нужен? Владение семьи Вашингтон. Так, пойдем. Чем не носильщик? Мэтт, тебе носильщик, вон. Меня трясет. Почти дошли. Я к тому, что немного страшно. А. Да. Мы снова соберемся здесь, все вместе. Это будет мало, походу, на вечеринку. То есть, ты думаешь... Ё-моё, блин, ты чего так выскакиваешь? Дурачок. Майк. Бывший парень Эмили. Умный, целеустремленный, убедительный. Да, поднял настроение. Угроза, отвали, Майк. Мы же друзья. Ну, давай дружелюбно пускай. Майкл, я все-таки скажу, иначе выходные пойдут псу под хвост для всех. Вышло неловко, сам понимаешь. Так что давай это признаем и пойдем дальше, окей? Мэтт. Я понял тебя. Понял, не буду нагнетать. Ага. Значит, мир? Да, мир. Может, еще поцелуетесь? Да, пошли просто вперед и все. Прямо сейчас. Но, если серьезно, я пойду вниз, к фуникулеру. Ага. Ну, давай. Пока. Ага, пока. И странно, что никого больше нет. Ни персонала никакого. Ничего. Вообще, просто никто за этим не следит. За фуникулером-то, за этим. Сумки? Да, только все сумки. А ты? Мне нужно найти Сэм. Ладно. Извини, мне правда нужно. Совсем забыла. Надо поговорить с ней до того, как мы придем туда. А потом нельзя? Почти пришли же. Это важно. Мэтт, пожалуйста. Я тебя не брошу. Настойчивость, согласие. Че, пусть идет, что ли? Че, отпустим ее? Давай-ка настоим. Я тебя не брошу. Эм, я думаю, тебе совершенно ни к чему ходить тут одной. Серьезно? Ну, холодно и уже темнеет. А ты собрался укрыть меня от темноты? А то все по одному бродят. Я остановлюсь здесь и пойду с тобой. Их никто не украдет. Мэтт, ты издеваешься? Ты не можешь оставить меня одну на пять минут? Ты так плохо обо мне думаешь? Ты не так поняла. Почему ты меня не слушаешься? Почему всегда споришь? Что бы я ни сказала? Извини, Эм. Я просто пытаюсь помочь. Если ты хочешь помочь, просто донеси вещи до дома как можно скорее, ладно? Вот так. Что ж. Ладно. Как скажешь. В итоге все равно получается. Спасибо. Я встречу Сэм и сразу приду. Что он пошел вещи тащить. А это кто? Эшли. Влюблена в Криса. Прилежная, любознательная, прямолинейная. Ну-ка, осмотримся. Ничего себе. Ага. Готовы снова подружиться. И даже больше, чем подружиться. А разругались-то с треском и фанфарами. Все-то ей отсюда видно, а? Ты посмотри. О, а это... А это... Мэтт напугал ее. Эй, оу. Извини. Извини, я не хотел тебя напугать. Ну ты даешь, Мэтт. Ну, в смысле? Я все-таки хотел тебя чуть-чуть напугать, но, типа, не так сильно. Вот дурак. Вот дурак. Слушай, Эшли. Ну, извини меня, пожалуйста. Ладно. Ничего. Ну, что там? Есть за кем подглядывать? Э-э-э-э-э-э. Дай-ка гляну. Это... Сломано побуждение. Посмотри. Мэтт все увидел. Что они там обнимаются. Так, ладно, идем. Кем мы сейчас? Джессика, верхняя станция фуникулера. 2141 уже, она все здесь сидит. Никто к тебе не придет. Телефон, книга. Давай книгу пусть почитает. Ай. А вот, значит, ты как. Выходи с поднятыми руками. Ты окружена. Ну что я могу поделать? Что остается нежной юной мятежнице? Только сдаться сильному военному, который пришел взять меня под стражу. Снежок. Давай снежок кинем. Ну, я не знаю, если тебе так нравится. Так, 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 так. Надо попасть в него. На, держи. Четко зарядила. Где же ты прячешься, моя девочка-синечка? Ну-ка, быстрее кидай. Получи удар по дыне. Так. А вот и птичка-подсказка, ребята. Это же была подсказка. На. Бамс. Подловила меня. Ладно, хорошо. Вот птичка вот так прилетелся. Иногда лучший вариант не делать ничего. Я не спрячешься, Майкл. Я тебя знаю как облупленного. По птичке не будем кидать. Иногда лучше не делать ничего. А вот сейчас в него попадем. Хотя можно было и попробовать в птичку кинуть. Я думаю, ничего страшного не было бы. Но эффект бабочки можно будет, я думаю, переиграть это все. Победа. Все. Моя взяла. Значит, твоя взяла? Ну, может и нет. А откуда такое сомнение в голосе? Так, понял. Так, так. Значит, ты признаешь поражение? Вы достойный противник, снежная королева Джессика. Скоро узнаешь, какая я снежная. Не ляди. Ну, холодно же лежать. Поцеловать снежок. Давай снежок ему шарахнем. А-а-а. А-а-а. Все, отвали. Все, собирайте, сидите уже. Просто бесподобно. Я мог бы остаться здесь надолго. Навсегда. Если бы мы все время целовались. Только целовались? Ха, и это тоже. Ну, так, за поцелуями можно и замерзнуть на смерть. Да. Так, понятно. Что будет дальше? А вот и вагончик еще едет. А с кем этот вагончик? Как мы уже оказались опять у Дока? Добрый день. И как мы себя чувствуем? Я надеюсь, что время, проведенное в кругу друзей, пошло тебе на пользу. На сей раз мы попытаемся отыскать корень твоих волнений. Возьми в руки книгу, полистай. Ты увидишь там картинки и символы. Пожалуйста, ответь мне. Какая картинка в каждой группе вызывает у тебя беспокойство? Давай полистаем. Беспокойство. Что здесь вызывает? Мужчина или женщина? Наверное, мужчина все-таки больше. Женщина как-то поспокойнее. Следующее. Самолет-толпа. Ну, допустим, толпа. Высота утопления. Блин. Сложно и то, и то. Ну, пускай, допустим, высота выберем. Змея-крыса. Наверное, змея. Нож-пистолет. Ну, пистолет, наверное, все-таки. Змея-таракан. Змея все равно. Все равно змея вызывает больше беспокойства. Итак. Листаем дальше, ребята. Клоун-пугало. Клоун-то довольно страшный. Пугало. Пугало. Вот оно такое. Тоже какое-то непонятное, загадочное, неизвестное. Что там может скрываться? Неясно. Что это? Кровь. И ворон. Ворон. Ну, ворон понятно, что хищная птица. Ну, наверное, кровь больше. А. Я тебя напугал. Прости. Ты вообще молодец. Не нервничай. Старайся отвечать быстро. Чем меньше ты раздумываешь, тем правдивее ответ. И тем большего эффекта мы с тобой сможем добиться. Ну, давай. Буду быстро отвечать. Давай. Паук. Вот здесь больше всего паук, наверное. Быстро. Быстро листаем. Шприц, шприц, игла. Листаем дальше. Не знаю. Зомби, наверное, все-таки. Волк. Следующая картинка. Гроза, волк, волк. Все-таки, ребята, волк. Гроза не так страшно. Очень любопытно. Ты так стараешься? Спасибо. Пауки, зомби, собаки. Вот так комбинация тянет на хорошую вечеринку. Пауки, зомби, собаки. К сожалению, наш сеанс подошел к концу. Но ничего. Мы скоро увидимся. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео. Подпишитесь на канал. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новом видео. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok